МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ-сфера время городских новостей. Здравствуйте в студии Ольга Авилкина. Бригады маляров, штукатуров, кровельщиков и стекольщиков строительно-монтажного эксплуатационного управления Донецкой железной дороги готовят Иловайский дом науки и техники к 100-летнему юбилею. В горячем августе 2014 года одно из старейших зданий города-железнодорожников, как и множество других здешних строений, зацепила война. Но Иловайск постепенно избавляется от последствий тех артобстрелов. Иловайский дом науки и техники, а иловайчане чаще называют его просто ДК, является памятником архитектуры. Клуб Октябрьской революции, клуб железнодорожников и, наконец, дом науки и техники. Это одно из старейших культурных учреждений Иловайска, которое не раз меняло и название, и внешний облик. Увы, последние изменения связаны с артобстрелами 2014-го, во время которых здание получило серьезные повреждения. Но жизнь ДК после этого не остановилась. Подлатали, можно сказать так, на скорую руку, чем было. И вот два года так и прожили. Очень большие попадания были в крышу, очень серьезные. То есть крыша была вся в дырках, из-за чего ДК должным образом не прогревалась. То есть из-за этого, естественно, разрушались все вот эти конструкции, отделка. Но в этом году, я думаю, мы уже будем в тепле. И, даст Бог, зимой мы зайдем туда и будем делать косметический ремонт внутри. Сегодня дом науки и техники ремонтируют снаружи. В первую очередь перед бригадами СМЭУ Донецкой железной дороги стоит задача восстановить тепловой контур здания. До начала осени мы должны восстановить остекление, фасад, кровля. Нуждалось уже в замене кровля очень давно, еще до войны, плюс войной побитое. Остекление на данный момент в одну нитку. Сейчас запланированы работы полностью заменить все стекла, те, которые были сложены из нескольких кусочков, остеклить две нитки, ремонт кровли, ремонт фасада и частичный ремонт внутренних коммуникаций. Курирует ремонт ДК Министерство транспорта ДНР. Пока со всеми работами справляется коллектив Иловайского СМЭУ Донецкой железной дороги. Но если рабочих рук не будет хватать, на помощь готовы прийти коллеги из Ясиноватой и Дебальцево. С 7 по 9 июля в районе села Цубки, в 6 километрах от Зугресса, при поддержке главы ДНР состоялся мотослет Ивана Купала 2017, в рамках которого прошли любительские заезды по эндурокроссу на Кубок русских мотоциклистов. В трехдневном мотослете Ивана Купала 2017 приняли участие десятки байкеров из ДНР, ЛНР и России. Кроме демонстрации до блеска начищенных железных коней и просто отдыха на природе, в программу был включен эндурокросс. Соревнования мотоциклистов на дорогах с различным покрытием и по пересеченной местности. Я в этом деле новичок и приехал на такой слет второй раз в жизни. Вот конкретно в это место приехал первый раз в жизни. Все в принципе отлично, мне все нравится. Единственное, что грязь, не ожидал, что будет. Поэтому немножко не подготовил покрышки к этой грозюке. А так все в принципе класс. Организатором Купальского мотослета выступила группа «Русские мотоциклисты Донбасс». Люди устали от этого всего, от политической обстановки, от войны. Мы им предоставляем просто человеческий нормальный отдых. Ну и популяризация мотоспорта. Мы за привлечение молодежи в это движение, за показываем им, как это все интересно может быть. Не только сидение в интернетах. Я сам первый раз пробовал здесь на трассе проезжать. Был в восторге. Кроме, собственно, соревнований, организаторы мероприятия позаботились и о культурной программе мотослета. Байкеров, выходивших на трассу, заряжали своей энергией рок-группы, легко перекрывающей своей музыкой рев газующих мотоциклов. Наш информационный выпуск продолжит краткий обзор последних событий в соседней Украине. Юридически Украина не смогла доказать присутствие российской армии на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, поскольку в Донбассе нет российских органов власти, то юридически невозможно говорить об оккупации. «Мы можем рвать на себе по 100 вышиванок на день, но это же не решение вопроса, это абсолютно чисто эмоциональные вещи. Такое могут позволять себе разве что депутаты, работая на свой электорат, обманывая его, манипулируя им», подчеркнул заместитель министра. В поселке Карковец Яворовского района Львовской области Украины 9 июля во время празднования 110-й годовщины со дня рождения главаря УПА Романа Шухевича умер председатель районного братства АУНУПА Петр Вушко. 91-летний АУНовец произносил речь перед немногочисленной толпой возле памятника Шухевичу и потерял сознание. Сельские врачи пытались привести его в чувство, но медики скорой помощи, приехавшие через 20 минут из Яворово, констатировали смерть бывшего боевика. Вчера на заседании СНБО украинский президент Петр Порошенко сообщил, что Украина ведет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу. Мы проводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинский кордон. Мы должны снять биометрические данные, включая и отбитки пальцев, и цифровую фотографию. И это значительно посилит возможности для борьбы с терроризмом. Глава Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников считает, что Москва должна отреагировать на подобные действия. Нам говорят, мы же не должны ухудшать положение рядовых жителей. Но в конце концов у этих рядовых жителей тоже должна появиться ответственность, которую они выражают в голосовании, как это случилось в Молдове. Пусть они проголосуют за других правителей, если их жизнь ухудшается в результате действий, которые предпринимают эти правители, отметил парламентарий. Несколько дней назад глава Харцейской городминистрации Александр Левченко поставил перед руководителем коммунального предприятия «Стимул» задачу навести порядок в сквере и на детской площадке за Дворцом культуры в поселке Горное. Сегодня градоначальник решил лично проверить, как выполняется его поручение. Увиденным Александр Левченко остался вполне доволен. Уже пятый день бригада «Стимула» работает в сквере. И хотя здесь удалена пока еще не вся дикая поросль, этот привлекательный некогда уголок шахтерского поселка, несший на себе в последнее время печать заброшенности и запустения, начал постепенно преображаться. Эта работа будет вестись теперь систематически, на постоянной основе, для того, чтобы здесь был порядок. Работы еще очень много, я должен вам сказать. Эта территория, я имею в виду Дворец культуры, и вся территория за ним была на балансе у шахты имени Ткачука. В данном ситуации шахта находится в стадии ликвидации, но, тем не менее, было принято решение, чтобы эта территория находилась в полном порядке, пока занимаются ее коммунальщики. Отныне детская площадка за поселковым ДК передана на баланс харцизского стимула. Вскоре этот факт будет закреплен юридически. До того, как она была закреплена за этим предприятием и передана на баланс, здесь, конечно, был беспорядок, песка не было, все было заросшее, мусор, очень много бутылок спиртного, здесь, в общем, люди распивали спиртные напитки, соответственно, детям проблематично было здесь находиться. Наша задача номер один – на поселке Горное навести порядок, для того, чтобы здесь комфортно проживалось нашим жителям, и самым маленьким в первую очередь. Местная детвора уже обновила песочницу. Пару дней назад здесь выгрузили 30 тонн чистого песка. Есть где разгуляться. А ведь еще совсем недавно, рассказывает жительница поселка Марина Чех, прийти сюда с ребенком было просто опасно. Песочницы были полупустые, мусора, везде была куча бутылки, шприцы, окурки. Сейчас, конечно, мы как-то пришли и увидели этот весь песок, детвора вся вообще в восторге в полном. Теперь гуляемся, ходим только сюда, потому что у нас как бы тоже есть детские площадки во дворах, но мы ходим только сюда, потому что очень много песка, деткам нравится, все чистенько убирают. Обратили внимание, что убирают постоянно, то есть здесь чисто, бутылок нет. Вслед за благоустройством территории коммунальщики намерены также обновить порядком обветшавшие скульптуры, добавив новых ярких красок обитающим здесь сказочным персонажам. Молодые мамы со своей стороны готовы оказать посильную помощь работникам стимула. Это все новости на сегодня. Всего вам доброго и до встречи на канале Товосфера. Субтитры подогнал «Симон»!